Вечер добрый. Слушаете вы свое радио? Ну, надеюсь, уже привычно. Давно знаете, что с понедельника по пятницу в этой студии, в студии своего радио, появляются живые люди, живые музыканты. С восьми до десяти вечера мы с ними разговоры всякие разные разговариваем на темы, может быть, далекие даже иногда от музыки, но все-таки темы близкие человеческим характеристикам. Само собой, музыкантов нужно рассматривать с разных сторон. Сегодняшний коллектив особо-то в каких-либо представлениях, вот чем дальше программа живет и развивается на своем радио, тем чаще я повторяю эти слова, потому что группы из «Ротации» уже давно стали популярными, давно стали любимыми, давно стали востребованными среди слушателей радиостанций, которых становится все больше и больше, что не может не радовать. Традиция, она у нас давняя, никуда мы от нее не денемся, сначала песня, для кого-то это будет музыкальная заявка. Ну, а дальше уже пойдем разговоры разговаривать. Готовы? Готовы. Как всегда, живой звук, программа «Живые». Поехали. Ничего не зная и ни о чем не помня, В полдень бродил по полю, вдоволь наплел все поле. И, лаская травы, так и гулял по краю, Серьки с берез срывая, прыгал по колокольням. И меня звал, Путал за мной следы, Целый день остывал, К ночи совсем остыл, Колотил в дверях, Вымел двор помелом, Филидом серым пел, Крышу задел крылом. И до утра в углекастралистья бросал, Все обещал свет, а не к странам, Но не забрал меня. И чего только там не кроется, И кого только не мерещется, И в пустыне морской шевелится глубоко. Ой, да, кто это в земле роется, Ой, а что это в речке плещется, Ой, а кто это в небе синем так высоко Надо мной. На ветке тонко, Щелкает ноты звонко, В белый свет, как в копейку, Желтая канарийка, Ей не жалко песен, Было в узбе им тесно, Так и сбежала вместе С ветром капушки леса. И поет мне Только о журавле, Что летал сам В голубых небесах Ты плыви по волне В море на корабле Следом за журавлем Может, найдешь там дом. И до утра В углекастралистья бросай, Только прошу свет дальних стран Не обещай никому. Ничего не зная И ни о чем не помня, В полку брати по полю Вдоволь напейся волей. И лаская травы, Так и гуляй по краю, Серки с берез срывая, Прыгай по колокольням. Прыгай по колокольням. А теперь здравствуйте. Ну, здоровенький вы, Валя. Здесь сегодня группа Возвращений. Возвращаются они к нам Периодически, Имея в виду эфиры Своего радио, Ну и программы живые. Сегодня здесь, Как было заявлено, Акустическая версия, Скажем так, Музыки коллектива. Надеюсь на то, Что те воск, Воск-голосы, Которые уже стали раздаваться Здесь, в ленте, Они себя оправдывают С первой секунды И дальше будут только усугубляться. В некотором смысле. Итак, группа Возвращения. Мы рады тому, Что вы вернулись. Рады тому, Что вы снова здесь. Рады тому, Что вы опять в этой студии. Ну, собственно, Сергей Канунников Надо ли представлять этого человека? Ну, давай представим. Сергей Канунников. Еще раз здравствуйте. Гитара, вокал, Фронтмен, Как сказать, песни. Это его. Все его. Дальше пошли музыканты. Замечательные, Надо сказать, музыканты. Народные духовые. Илья Кудряшов. Надо бы подойти к микрофону. Ну, ты знаешь. Ты все знаешь. Тебя, в общем, особо-то не нужно. Здравствуйте. Привет. Привет. Кто еще поблизости от тебя? Никита Алешин. Бас. Вечер добрый. Да. Вот. Бас. Я же говорю, что бас. Ну, и остался у нас Перкуссионист Олег Козлов. Олег, привет. Добрый вечер. Вот это, собственно, И есть коллектив По названию Возвращения. Группа, которую любят. И я вам скажу. Вон народ какие. Ой, как бережит от радости. Ой, сколько ура Тут раздается. Боже, что мой. Я даже не знаю, сегодня сплошной елей, Я так полагаю, будет. Вот сплошной елей. Хорошо это или плохо, скажем? Когда вот так вот льют На спину елей постоянно. Ну, не постоянно, во-первых. Находятся и критики. Да ладно? Конечно. Кто это посмел? Конечно. Да бывают разные. Нет, на самом деле, Критика это хорошо всегда. И литературно, и особенно музыкально. Правда, к сожалению, Сама критика у нас, Институт как таковой Профессиональной критики У нас умер, по-моему, В стране музыки. А он не зарождался, на самом деле, К сожалению. Ну, были такие единицы. Когда-то были классические, Нет, когда мы говорим о классическом, Да, о классической музыке, Классическом театре, Тогда да, Тогда были критики, И если мы говорим сейчас О времени, скажем, О зарождении театра И времени его развития, Серебряный век театра, Скажем так, И в России тоже, Тогда да. А что касается музыки, Ну, в данном случае мы говорим О музыке преемственницы Эстрадной музыки, Потому что рок-н-ролл, Фолк-рок, Он вышел же оттуда. Так или иначе, Музыканты как-то так занимались одним, А потом вдруг стали переключить с другим. Не родились еще нормальные критики. Потому что люди не понимают, Что есть критика. Чаще всего говорят говно, и все. Они не рождаются, Ими становятся. Все. А человек спрашивает, Почему? Ну, просто вот, Ну, не нравится, Пройди мимо, Заткни нос и пройди мимо, Чтобы запаха даже не было. Опять-таки, Профессионализм во всем должен быть. Абсолютно. Согласен. Если критикуете, Делайте это, пожалуйста, Профессионально. А чтобы это делать профессионально, Во-первых, Нужно знать историю музыки. Во-вторых, Нужно глубоко разбираться в теме. В-третьих, Нужно понимать, Вообще-то, Ради чего эти люди Залились тем, Чем они занимаются, Зачем они взяли в руки инструменты. А вот это уже профессия. У нас профессиональных мало, Все в основном любители. Видите, Как в том анекдоте. Тьфу, Попал куда, Любитель. Вот у нас любителей Как-то все больше становится. К сожалению. Надо напомнить, Как с нами связываться. 46-47, Это короткий номер Для ваших смс-ок. 46-47. Если вам удобнее Присылать смс-ки, То милости прошу. Пишите сначала свои, Пробельчик. Ну, А дальше уже Ваши сообщения. Там могут быть эмоции, Впечатления, Вопросы, Естественно, К коллективу, Безусловно, Задавайте, Пожалуйста. Фициальное сообщество ВКонтакте, Сообщество радиостанции СВР, Я имею в виду в данном случае, Там давным-давно уже Выложен анонс, Красивая фотография. Ну, Как обычно, Мы стараемся Делать красивые фотографии, Синеньким выделено, Это значит активная ссылка, Кликая на которую, Вы моментально Оказываете у них в сообществе. Сообщество надо пополнять. Мне кажется, Что оно должно быть гораздо больше. Ну, И, соответственно, Становясь участниками Этого сообщества, Вы получаете информацию Об их концертах, Турах, Пластинках, Первыми. А это важно иногда бывает, Получить информацию первыми. Есть два чата. Один из них на сайте Своего радио, Своего радио.фм. Там написано чат, По-моему, Ошибиться невозможно. Дальше, Если хотите видеть все, Что в этой студии происходит, Внимательно посмотрите на плеер. Сверху под баннером, Рядом с логотипом, Длинненький такой. Онлайн-аудио в нем, Это чтобы слушать. Онлайн-видео, Синий кружочек, Это чтобы смотреть. Кликаете на синий кружочек, И вот вам картинка. Спасибо огромной планете. Замечательная краудфайдинговая Патформа Планета.ру Представляет нам картинку. А там же тоже есть чат, В котором точно так же Можно отписываться. Скажу сразу, Что в онлайн-аудио, Ну, то есть в потоке радио, Тут выбор. Либо вы смотрите И получаете удовольствие Уже от того, что видите, Либо вы слушаете. А можно просто убрать звук На видео и слушать Отдельно поток. Но, правда, тогда будет Небольшой рассинхрон. В общем, выбирайте сами для себя. Мы пытаемся бороться И поборемся рано или поздно С этой несправедливостью. Под картинкой мы таки сделаем звук Таким, чтобы он был таким же, Как в потоке. Я вас уверяю. Чайка сказал, Чайка сделает. Я же не сползу с этой темы. Ни в коем случае. Раз уж решил, То сделаю обязательно. Ну, пока вот технически Мы не можем себе этого позволить. Надо петь дальше. А как называлась Эта первая песня-то? Что, что я не спросил-то? Не туда пошел. Сюда вернись. Собственно, у всех музыкантов Должна быть песня о ветре. Мне кажется, Такой вечный двигатель, Наверное, прогресса. Особенно у нас в стране. Да-да-да. В музыкальном плане верно. Вторая песня, наверное, Будет называться Уходи уда. Это очень верно подмечено. Так-так. Я не расслышал второй. Извини, я... Уходил по ягодам. А то я своей гениальной мыслью Сбил твою. По ягодам. Понял. Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня возвращение. Погнали. Субтитры подогнал «Симон» 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 Расдевала девица на столе С катерами белую Прилетали по стихни в октябре Духси лебедей Кружевом падал на землю птичий пол Укрывал надежно от вьюжной стужи поля пустые Белая метель шальная ей на ночь вслух Песни озорные Ой, люли, люли, да, ай, люли Косы, русые до земли Чудо в телящих на глазах Береза Уходи по ягоды в летний дождь В чащу темную По крутому яру, да через рожь Золоченую И собери по ельникам жемчуга Если не грешил, до сих пор в карманах гуляет ветер Видишь, над речкой встала моста дуга Проходи, коль светел Ой, люли, люли, да, ай, люли Для кого же те корабли Чудо белые паруса В небесах Ну, хорошо начали, хорошо вкатились Бежим дальше, возвращение здесь сегодня Народ, естественно, с криками своими только подзадоривает Потому что кричат они исключительно Браво, дескать, круто-круто Надо бы сразу, наверное, определиться с концертом Потому что у вас же концерт У меня тут получается целый мини-тур Я завтра уезжаю в Ярославль В Ярославль будет концерт в арт-пространстве Под названием «Тепло» Завтра? Завтра Послезавтра будет концерт в городе Череповец В музее Башвачёва В Ярославле в Череповец Да И из Череповца Послезавтра будет концерт в Вологде В доме актёров Как тебе, батенька, болтает-то по стороне матушки Ну вот А мы пойдём на север Окей То есть так получается мини-тур А в Москве когда? В Москве 10 апреля электричество И сейчас с Колей Ноздарином Разговариваем по поводу археологии Там будет акустика, пока дату не определили Но то, что будет тоже в апреле акустика И в археологии, это уже точно Ну могу сказать тем, кто может быть Плохо знаком с творчеством коллектива Что акустика, что электричество У них замечательно И в той и другой ипостаси 46-47 это короткий номер для СМС К ваших сначала свои, пробел А дальше все ваши соображения Ну и понятное дело вычитываем то, что пишете Например, здесь в ленте Да, вот что важно Вот что важно Надо сказать спасибо Звукорежиссёру сегодняшнего эфира Александру Ярославцеву Спасибо огромное, Саш Мне кажется, этот человек Может вырулить звук любому коллективу Я сейчас ничего не имею Боже, спасибо Вот сейчас Против возвращения Что-то мороз по коже Но я просто знаю, что Он умудряется как электричество Жесткое, так и собственно говоря Мягкую акустику Делать очень качественно И звучит это все потрясающе Спасибо, Саш Спасибо огромное Действительно класс Слушаешь и понимаешь, что это удовольствие Как можно не испытывать удовольствие От такого замечательного звука Значит, тут народ пока что Нет, тут был приветик такой Сейчас я его подметил Только он убежал Очень много сообщений А вот, например, привет Фронтмену Серёге Из нашего родного Железнодорожного Серёга, не обращай внимания На диванных критиков Они не понимают И половину своей ереси Ведущему Семёну Отдельный привет Ведь встречали в студии На группе Плаксы Виктор Дёмин А, ну, привет, конечно Привет Привет большой И Железнодорожному тоже большой Привет А сказка тем временем началась А я это того Где мой пресс-релиз Обещали же А, висит Вот не увидел я его Не увидел Обещали На встрече, по-моему То ли вот в одной из встреч Вологде в Череповец Уже выложено в коллекции Ордивов И это есть Официальный такой большой Я ещё так и не закончил Меня всё критикует Наш басист из электрического состава Он и занимается сайтом Артём Дестун И как раз он мне говорит Серёга, ну напиши уже Человеческий пресс-релиз Наконец-то А я так не люблю Сам про себя писать пресс-релиз Зачем про себя? Про коллектив напиши Про музыкантов напиши Про себя не пиши Про музыкантов напиши Про своих Поимённо их представь В этом пресс-релизе Напиши, какие они классные Как каждый из них Замечателен как личность Как музыкант Как творческий персонаж Как мужч... А, нет, это тебе не нужно Как человек В конце концов Ну а почему? Тогда будет красивый пресс-релиз От самого Канунникова Я, наверное, просто ленивый Очень для этого всего Ну, конечно Группа с 99-го года существует И ты всё так не доберёшься До пресс-релиза Это же страшно подумать Сколько посчитать-то надо С 99-го года, мама дорогая Это сколько лет ты всё ленишься, дружила Сколько песен уже написал Ни одного пресс-релиза Точно, вообще На печи лежу всё Это тебе сейчас Вот я вот негатив на тебя Прямо вот изрыгаю На тебя негатив Но нужно это Это вам же нужно Братцы, ну что же вы Это же ваш интерес Чтобы люди читали Как-то познавались Не, ну он есть как бы На самом деле Но просто он нас не устраивает Вот По своему такому Закажи кому-нибудь Слишком официально Это стоит недорого Такое, знаешь, для этих Чё? Людей, которые заказывают Группы из администрации городов Там всякого Там очень много официального всего А мне самому это не по душе Но с другой стороны Как бы Всякое должно быть Скажи, вот кто вот это писал? Для одних и для других Подожди, вот сейчас ты мне скажешь Вот кто вот это писал? Группа «Возвращение» Появилась на московской сцене В 1999 году Её основатель Сергей Конунников Музыкант, вокалист Автор практически всего Репертуара группы Ты писал? Это была какая-то Скомпилированная часть Дальше То есть какие-то В песнях «Возвращение» Тесно переплетены Прошлое и настоящее В них словно Стирается граница Между ритмами Современного города И шумом тайги Известный музыкальный критик Владимир Марочкин Писал о том Что музыку группы Как лекарство Можно слушать Когда забываешь о том Как растёт трава Сверху заголовок Газета «Правда» И куча орденов И медалей Вот реально Кто писал вот это Спасибо Это какой-то советский Откат Комбэк такой Советское прошлое Но это единственное Что можно найти про группу Ты понимаешь Музыканты побывали На многих фестивалях Сейчас я постараюсь Даже подложку Нельзя На советском радио Не было подложки Была полная тишина И шелест бумажки А вот я, кстати Ульяновский На радио России недавно Присохнули Я сейчас попробую Изобразить На многих фестивалях Первая победа была На московском Областном конкурсе Про рок В далёком 99-м С тех пор Песни группы Регулярно побеждали Надо бумажку В конкурсах Таких номинаций Как лучший хит Только не переживай Лучшая песня Лучшая советская песня Возвращение с радостью Принимали И клубные площадки И крупные фестивали Например Рок-держава 2003 года В ДК Имени Горбунов Кстати, клевый фестиваль был Мама Кабо Это лишние слова Потому что они в советское время Нежели Спасибо товарищу За внимание Кто вот это писал? Скажи мне Минутка славы чайки Кто вот это писал? Это частично Было взято Из разных отзывов Организаторов Частично Слова принадлежат Там уже Марочки Частично Ребятам из Белгорода Частично Ещё кому-то А вот компилировал Это всё я сам Это в меня Можно кидать Сапогами Серёж Напиши Ради Бога Что-нибудь приличное При себе Ну это нереально Катерина Потракова Пишет Возвращение Мур-мур-мур Ура О как Познакомилась с группой Года три назад Услышала песню Ночь оборотня Это была Любовь с первой ноты Прошлым летом На фестивале Была очарована Живым звучанием Волшебство Снова поселилось В моем сердце Спасибо за ваше чудесное творчество Мама тоже Поддалась очарованию Ваших песен На фестивале В этном мире Ну вот видишь Катину и маму Присадили тоже на вашу музыку Мне кажется Ваша музыка Она ведь действительно Не имеет возраста Ну то есть Я имею в виду Зритель может быть Совершенно разный От абсолютных детишек До абсолютно взрослых людей Она какая-то такая Умиротворяющая Для всех абсолютно Она требует Просто определенного Психологического склада Если человек может Вслушиваться в музыку В какие-то ноты Тогда да Он будет слушать Если для него музыка Это фон И он ее иначе не воспринимает То тогда возвращение Для него Это непонятная какая-то штука Как правило так Катерина Зубова пишет Минутка импровизация Семена Чайки Ну в принципе да Обычно два часа Семен читает по бумажке А тот вдруг решил Поимпровизировать Сегодня у меня праздник Сегодня мне удалось Это сделать Оторваться от сценария Наконец Оторваться от бумажки Наконец-то чуточку проимпровизировал Давайте мы может быть Что-то еще споем Кстати сегодня будут Какие-то новые песни Вот да Обязательно Вот да Это сейчас что ли Ну сейчас Относительно Такая новая Ну грубо говоря И полтора-два года Но она тем не менее Нигде не записана Песня написана По мотивам поездок По Кировской губернии Вот это по Кировской Ну Вятка 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 Котельнич Всякие такие А что это были Фаленки Извини Что это были за поездки Это были командировки мои По работе Которая кончилась уже В общем Закончилась совсем То есть я грешным делом Подумал что Может быть это был Какой-то знаешь Как говорят По песням люди едут Как называется Экспедиция за песнями Русскими Нет 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 Там такие пейзажи Вот представляешь Площадь Там куча Просто пивных пробок Которые втоптаны в землю Восходит солнце Площадь сияет Утро Бабушка выходит С бутылкой пива Из магазина Там лет 80 Вот так вот выпивает И падает Вот это вот Такая вятская земля У нас То есть ты об этом И будешь петь сейчас? Вот Ну Не совсем об этом Но и об этом тоже Наверное да К сожалению Это беда общая И поэтому Как всегда Живой Зок В программе Живые Здесь сегодня возвращение Погнали Очень ночи Иглой правил Грубый наряд ветхий Шагами дом мерял Молча Богу свечу ставил Все вспоминал вехи Древом крестил двери Снес серебро волокам К волкам лесным влогово Золото бросило в умут То злато свет солнечный То серебро горсточка звезд Что велик дому Уходящего рода голос Сокол донеси выше неба Сохрани в земле Дикий голос Через буреяны петь Об умолкнувшей правде память Передай земле С первым снегом в руки Передай с первым хлебом Тем, кто придет во слеп Субтитры создавал DimaTorzok Старче в поле один вышел Чтобы пропасть в травах Пересчитать воды ярче Светится шар рыжий Там большая радость Петь для ветров гордых Полн погост горками И там, кто топил горькую Всем одна дорога лепла Раз уж сказать некому Что пережил навеку С береги река в берега Уходящего рода голос Сокол донеси выше неба Сохрани в земле Дикий голос Через буреяны петь Об умолкнувшей правде память Передай земле С первым снегом в руки Передай с первым хлебом Тем, кто придет во слеп Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наблюдает за музыкантами Как за артистами За кулис Всякий раз Как они это делают Насколько все-таки Отражается в лицах Все, что происходит у них В душ Особенно в финале Когда длинная Ну, если не фирмато Стоит в конце Длинная нота Пока не закончится Но, как минимум Никита так по басу По струне Бум И ждет аплодисменты Чтобы уже точно Гитару можно было Опустить Очень тонко Правда Замечательно Я лично прусь всегда Извините за слово Как-то оно не свойственно Наверное, манере коллектива Ну, получаю удовольствие Давайте так В советской манере Получаю удовольствие Отлично А так по-хорошему прусь Просто абсолютно Абсолютно прусь Здесь как-то вот Получаю удовольствие Даже не катит Мне кажется По темпоритму не ложится Смотри-ка Человек с именем Мефистофил Так, сейчас Прискнуточку Да, Мефистофилус Нормально Джон причем Не просто Мефистофилус А Джон Пишет он в латинице И все это дело Пишет вот что Для меня группа Открылась с песней Иванда Марья Которую играли знакомые Мне ребята В городском парке На акустике вечером И спустя несколько лет Удалось побывать На концерте группы В рамках фолк-фестиваля Неизгладимые впечатления Тогда на меня произвели Спасибо за ваше творчество Спасибо на добром слове Вам от Мефистофиля Привет Ну, на самом деле Человек просто, видимо Спрятался под этой маской А внутри, наверное, что-то Все-таки есть доброе С этого и чисто Возможно Конечно Возможно Но люди часто прячутся К сожалению И всякий раз хочется Видеть лицо человека А видишь маску Вот, кстати Как ты относишься Вот к этой истории Ты же сам человек открытый Хотя иногда Можешь закрыться наверняка Как и любой другой человек В какой ситуации Ты закрываешься? Ну, наверное, когда Некий порог наступает Когда куда-то совсем уж В личные люди лезут Наглые и настырные Тогда, конечно, я закрываюсь А как ты закрываешься? Ну, я, как правило Перестаю общаться просто И все Не, ну, если человек это делает Вот прям лицо в лицо Что называется Лезет Можешь позволить тебе Взять гитару и Не, ну, по-мужски могу ответить И довольно По-взрослому, скажем так Ну, по-взрослому это матом, что ли? Ну, смеется А как по-взрослому? Ну, признаешься Строго и по-советски Давай так Сегодня будет вечер советской Не, а я могу и матом Ты можешь? Ну, я иногда тоже могу Не, не в эфире, конечно Боже упаси Я же говорю про личные отношения За кадром О чем ты, Юлечка? Потому что в эфире, конечно Себе этого не позволили никогда А так вот К сожалению, этим я тоже грешен Потому что все-таки работал С монтажниками На всяких стройках Встроил системы связи Что я спрашиваю И был руководителем На этих строительных работах Что я тогда спрашиваю Все это тоже пройдет Ты не прав, слесарь Петров Что льешь раскаленным металлом Мне за шиворот Ты вот сейчас очень не прав Друг мой слесарь Петров Друзья мои Надо сделать маленькое объявление Ну, знает уже об этом Вся аудитория И спасибо Кстати, огромную благодарность Я хочу лично выразить Потому что не было такой возможности Аудитории своего радио Нашим слушателям Извините за слово Поклонникам, возможно И коллективов В том числе Которые приходят сюда И крутятся И звучат в ротации За ту помощь неоценимую Которую вы все нам оказали Просто так случилось Что 31 марта У нас здесь последний день Работы на этом месте Нам нужно работать Перебираться То есть перестраивать студию В двух словах Буквально отвлекаясь от эфира Я, конечно, иногда Извините за приморить Шизею От, во-первых, неумности И недалекости людей Когда мы заявили о том Что нам нужно 300 тысяч На то, чтобы переехать Перестроить студию Появились люди Которые начали писать Причем в такой жесткой Обсказанной манере После которой Действительно остается Только посылать По прямому адресу Что человек вообще Мил Заелся 300 тысяч на переезд Ты еще с ума сошел Типа того и так далее В черном по белому написано Переезд и строительство студии Да И человек мне доказывает Что да, студию Можно построить за 5 рублей В принципе Да, и так далее Друзья мои Вы помогли нам собрать Даже больше, чем мы просили Его, видимо Не хватит все равно На то, что нам нужно сделать Потому что Эта студия нам обошлась В свое время в 3 миллиона Имея в виду Время до взлета Доллара Но сейчас у нас есть аппарат Поэтому его покупать не нужно Нужно только сделать На месте Акустику заново Это, конечно, гораздо дешевле Ну и видеотрансляцию Которую мы будем делать Сами, без планеты Уже переехав на новое место Ну так получается Есть на это причины и основания Поэтому В любом случае Всем спасибо Мы не прекращаем То есть там были люди Которые кричали Не прекращайте сбор Оставьте Я еще не успел Я их В общем, поэтому Все реквизиты вы знаете Если что Ваша помощь будет неоценима Безусловно Эта помощь, скорее, даже не нам А музыкантам Потому как станцию мы строили Ради того, чтобы музыкантов Продвигать определенным образом В общем, вы делаете вклад В некотором смысле В развитие музыкальной культуры Извините за пафос Сегодня советский эфир Вы делаете вклад в развитие музыкальной культуры Российской Федерации Но объявление еще не закончилось Все дело в том, что нам нужно заниматься стройкой В том числе Поэтому со следующей недели Возникает сейчас пауза И нервное дрожание У аудитории Программы живые По пятницам выходить не будет Вот так скажем Мы хотим просто, чтобы Хотя бы пару недель У нас были выходные Я имею в виду выходные Не для отдыха, а для работы В другой студии Которую нужно перестраивать В несколько большем объеме Потому что Суббота, воскресенье Боюсь я до 1 апреля Мы просто не справимся Поэтому нам нужно еще и пятницы Поэтому со следующей недели Ну, две недели Может быть, чуть больше Посмотрим По пятницам Как минимум живых В эфире Не будет Это я должен был сказать Сказал У нас есть своя лепта такая Не знаю, будет видно Мы привезли с собой Немножко дисков Вот таких красненьких И таких синеньких И таких зелененьких А, зелененьких, извините И, в общем, если Ребята, кто-то сейчас Оставит заявку Если кто-то хочет Купить этот диск То, собственно, все эти деньги Пойдут в фонд Своего радио Спасибо тебе большое На переезд Дисков немного Их 10 штучек всего Ну, как бы, 5-5-5 Я думаю, небольшая лепта С нашей стороны Спасибо, Сергей Спасибо огромное Кстати, давайте вернемся Теперь к эфиру Вот, например Кто-то сейчас писал Не вспомню, кто А, Андрей писал Что очень прошу Просто умоляю Вот именно с этой песни Собственно, началась Для меня группа И имели на радость Есть она в акустической версии? Она есть в акустической версии Конечно Ну, если успеем То споем Когда успеем? Что ты, Миша? Сегодня А, то есть Так вот просто взять ее Испеть сейчас не можно Просто, да У нас вот тут Как раз в тему Вашего переезда Есть такая Отличная песня Которая, кстати Тоже нигде не звучала Ну, тогда ладно И называется она Исход, надо сказать Хорошее название Все довольно символично Что-то я Моисея вдруг вспомнил Хорошее название Для песни Как всегда В программе Живые здесь сегодня Возвращение Погнали Собираю вокруг Лоскуты Промбовый Горячий Модак Проверяю Карман На наличие Дыр Понимая, что Выбор Не дам Зашиваю Подкладку Банклоб И на черные День и ночь Отдышусь Успокойся Выложено А прочее Выброси Прочь У меня нет ничего Кроме того Что есть внутри У меня У меня нет ничего Кроме того Что есть внутри У тебя У меня нет ничего Кроме чьей-то Памяти Обо мне Кроме слов Что горло мое Высказывает Во мне Разбивая стекло головой и покидая аквариум в пол Но забудь, как дышать под водой, не говори про последний патрон Тот, кто долго смотрел на тебя, может просто устал наблюдать Кто успел, тот давно накалел под водой, невозможно сгорать У меня нет ничего, кроме того, что есть внутри у меня У меня нет ничего, кроме того, что есть внутри у тебя У меня нет ничего, кроме собственных сла и добра Кроме той, что просто верна, так как сотворена из ребра Ничего не изменит уже часовой непроспавший развод И конвой никогда не пройдет сквозь и больная ручка ворот И устав от погони хрипящая, своро сожрет вожанка И восход отродится, смеясь на оскаленных желтых лыгах У меня нет ничего, кроме тепла твоего, что горит под ребром У меня нет ничего, лишь ветров, неуемый хор за окном И козырных пузов руками не волшебных тебе ломбат Лишь открытая, Настя, ж дверь бездорожья и снегопад Субтитры сделал DimaTorzok А теперь уже я сижу и думаю, нажать мне на кнопочку или нет Или буду тянуть кнопочку до конца Ладно, шучу я 4647 это короткий номер для смс Квашек сначала пишите свои, пробильчик А дальше уже все, что хотели бы сказать коллективу Ну, мало ли, это могут быть вопросы Это могут быть просто эмоции, впечатления о концертах Ну, вообще, в принципе, у музыкантов, у любого творческого человека Есть воспоминания в сознании, которые держатся там, если не всю жизнь, то очень долго О каком-то самом, может быть, удачном или самом неудачном выступлении Я знаю артистов, сам театрал, поэтому понимаю прекрасно Эти воспоминания, они держатся в какой-то отдельной полочке Причем самый интересный, самый неприятный какой-то момент Он держится в постоянном режиме Если о нем вспомнить, у человека тут же возникает внутри тремор А самый хороший как-то забывается Потому что их много вроде бы приятных моментов И самое интересное выступление как-то остается уже там где-то в подсознании далеко А вот самый неприятный момент или самый неприятный концерт Или самое неприятное выступление Было такое ощущение, скажем? Бывали такие концерты неудачные, когда понимаешь, что ты приехал не в то место Это как-то Ну, как бы не тот формат, не тот клуб Организаторы не понимали, кого они приглашают, например То есть у нас было такое первое посещение Вологды Кстати, мы приехали в клуб босиком Там половина публики была скинхеда И вторая половина публики была наша Но клуб как бы вообще занимался тяжелой альтернативой такой Вот в тот момент И тут вы? И тут мы, и организаторы, которые были сторонние Они пришли случайно Вот они увидели все это дело И сказали, ребята, так через месяц вы приезжаете к нам в клуб тоже, в Вологду И через месяц мы приехали в клуб остров И там было уже 120 человек народу В общем, нормальный такой зал Вот, и уже... Вот Никита, кстати, ездил с нами тогда И Илья тоже был Ну, втроем поехали Никита призадумался сейчас Да-да-да Как-то глубоко задумался Просто Никита не был в клубе босиком Но это такой был трудовой концерт Потом еще, ну, в Краснодаре у меня был неудачный концерт тоже А что ты называешь неудачным? Просто мне интересно Это очень тяжело, когда приходят люди, не понимают А, куда идут? Да, куда идут, на что идут Они слэмит сошли, а тут вот... Ну, это крайне редко бывает в последнее время Слава Богу, что все происходит на должном уровне И, в общем-то, люди уже знают, куда они, как правило, попадают То есть... Это я сейчас напомнил историю Ну, в общем, ее рассказывают как реальную историю Но, по мне, так это анекдот Когда человек купил билеты в театр опереты Ну, на спектакль там И так далее Вот А там какая-то подмена произошла И в этом же театре заболел актер В общем, я не помню, что Но была замена спектакля на драматический Вот А на афише об этом написали Ну, человек как-то, видимо, не обратил на это внимание Он пришел на оперету Он пришел на легкий жанр На девочек Которые кан-кан танцуют Сели, значит, в зале Все сидят, зрители Зрители-то подготовлены Потому что их вроде предупредили А этот оказался вот Немножко в другом месте Как-то так Начался спектакль Как приходят люди по сцене Читают какие-то серьезные тексты Островского Как-то все глубоко Ни одной песни Никакой музыки тебе нет Только фоном тяжелая, гнетущая Человек сидел, сидел, сидел С полчаса А потом вдруг встал Слушайте, когда? У меня все закончится уже Когда вы петь-то будете? Реально, понимаешь? Вот Ну, бывают люди Которые приходят не туда Не в то место Не по тому адресу Но, тем не менее Вот если ты не то место Как ты сказал Зритель не очень понимает А ты сам себя за что-нибудь Дело даже не в зрителях Дело в организаторах Себя, ну, как правило Не хватает времени Наверное, чтобы учиться Потому что я, например Хотел бы заниматься вокалом Больше, чем я уделяю этому времени Да и гитарное мастерство Всего можно расти до конца жизни До пенсии, собственно И дальше И никогда ты этого предела не достигнешь То есть всегда хочется петь лучше Всегда хочется играть лучше Всегда хочется Как-то Не знаю Наиболее глубоко Подходить к исполнению Каждой песни Я слоган придумал Потому что Потому что Смотри, какая штука получается Вот Никита как-то сформулировал Такую вещь Мы выходим на сцену Для того, чтобы, во-первых Получить кайф от игры Удовольствие То есть ты выходишь Ты играешь Если нет вот этого чуда Не происходит Вот этого звука Вот этого космоса Который там внутри Зачем тогда выходить То есть нужно и Подбирать места соответствующие Где аппарат позволяет Просто показать эту музыку Со всех ее сторон Не просто, чтобы там Что-то там прозвучало Невнятное А чтобы это действительно Был качественный аппарат Чтобы было понятно О чем автор вообще Рассказывает со сцены Потому что у нас Все-таки слова со смыслом Песня со смыслом Если он теряется Тогда и в песне Песня теряет очень много А что такое Песня без смысла Ну их полным-полно Включи любую радиостанцию И ты поймешь Не надо про любую Ну кроме Кроме с вами Не надо про Но ведь любой человек Который пишет песни И поет их И темпоче Если их ратирует На любых других радиостанциях Он ведь тоже считает Что у него есть песни В этих песнях есть смысл Ну к сожалению У нас редакторы Выбирают материал Тот, который Как правило Обтекаемый очень Где нет острых углов Поэтому у нас Вот какие-то песни Все ни о чем Как Вася Уреевский поет Вот На радио у нас песни Ни о чем В основном То есть природа там Ну что-нибудь еще такое Как только что-то такое Острое Что-то глубокое Что-то что заставляет подумать Так это не свое Пожалуйста Не-не-не Это все Это сюда Это сюда Милости просим Кстати Пока ты говорил о том Что надо расти Не знаю чего вдруг У меня возникла ассоциация Причем такая Ногти и волосы Ведь растут у человека Даже после смерти Правда Поэтому нужно наверное Слоган придумать Расти и после смерти Тоже Как волос Не останавливайся Никогда А между прочим Человек который в этой жизни Оставил какой-то след Да Цой Он ведь растет до сих пор Он продолжает расти Как творческая единица Потому что его песни Перепевают Сколько коверов Его помнят Стенку ему поставили В свое время Да Стенацию И так далее Высоцкий Нет его на земле уже Но он растет Он не останавливается Вокруг него Сколько всего происходит Мне кажется важнее другое Важнее Какой след в душе Человека Оставляет песня То есть можно на самом деле Поставить памятников Каким-нибудь Диктаторам Или еще кому-то Или чему-то там Более популярному Известному Табуритке Да Например Но Есть как у Стругацких Помнишь Синяя папка У каждого автора Есть такая синяя папка В которой копится Что-то А самый популярный Тираж Это газета Правда Новости Прожек Это правда Это правда Правду мы сегодня Упоминали Правда А давайте петь дальше Чего это будет? Это будет новая песня Абсолютно Называется она Кукла Как всегда Живой звук В программе Живой здесь Сегодня Возвращение Поехали Человек Задающий Вопросы Творцу Был смешон Неуклюж И нелеп И потертая ткань На плечах Не к лицу Сито дыр На кота колен В его доме Был стол Инструменты В верстах И дощатый Некрашенный пол Пожелтевший От потов Занач Кипятак На столе Корвалом И дурацкая Кукла Валялась В углу Не продашь Не подаришь И выбросить Жаль Зря Стонала На досках Тресцом И напрасно На перстах Скрипел Обглух Иногда Он во сне С ней О том Говорил Виновата С плохим Переводом Скрижа Я как мог Так по ней Тебя и мастерил Я как мог Так по ней Тебя и мастерил Из того Что без тела Лежала И дурацкая Кукла Кивала Ему Так резвился Сквозняк Столпаком Дурака Но улыбка Чужда Деревянному рту Но улыбка Чужда Деревянному рту Не играет В его уголках Нет он не был Ни зол Ни прижимист Ни лжи Он к соседям своим Подходил Лишь с добром Как-то утром Киншально Ужалила жизнь Потащила За хрюк Под ребром И тогда Он упал Перед мутным окном И уставился В небо Дрожа Пепелище В груди В висках Метроном Невозможно Дышать Он спросил Отчего Мои слабые персты Когда я Прикасаюсь К земле Отчего Мои сердце И мысли Пусты Когда я Обращаюсь К тебе Для чего мне Без брода До гроба Прести Через Супрочный Стик С рубикон И каялу И ответил Творец Если можешь Прости И ответил Творец Если можешь Прости Я как смог Так тебя И своял Ахахахаххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Кстати, классический случай был Только мы подумали о том, где мы ошибаемся Вот я ошибся в словах Безгласная кукла кивала ему Не дурацкая, безгласная кукла кивала ему Так развился сквозняк с клубаком дурака Иногда, когда живое исполнение новой песни Я путаю слова Если бы сейчас об этом не сказал Никто бы этого и не понял Зачем ты сейчас сам себе это? А я специально, чтобы след остался Потому что твои программы, которые ты выкладываешь И ребята с собой, которые делают У них колоссальное количество просмотров Потом на ютубе и в интернете Чтобы четкий след оставался На самом деле Любит, кстати Очень любит аудитория Ну как любит, не в том смысле, что они хотят этого Но очень трепетно, я бы сказал, даже с пониманием Относится к таким ошибкам Потому что все понятно Живой звук и совершенно нормальное живое выступление Всякое бывает, почему нет? И на концерт такое бывает Нет, сегодняшний эфир не похож на сказку Сегодня строгий и очень чувственный эфир Это точно возвращение Какие сильные тексты Боже ж мой Новые в старом Круто так как Удивили Очень приятно удивили Браво Ну вот видишь, как вас открывают по-новому Открывают, может быть, неожиданно Наверное, с другой какой-то стороны Хотя по мне вы так же глубоки Я имею в виду коллектив возвращения Что в электричестве, что в акустике Особой разницы в этом плане я не вижу То есть песен сумасшедших Каких-нибудь абсолютно бессмысленных В возвращении ведь нет Ну мы стараемся, чтобы их не было, да Ну а веселые песни, которые Ну знаешь как Люди же поют Ну как говорят Есть такое Сейчас я не Это не моя мысль Сразу Так, не моя Это сейчас Я сейчас произнесу не свою мысль Я доношу так, чтобы люди поняли Потому что у нас часто бывает Человек включает радио С полуслова, с полузвука Потом выдает мне Ты же такое сказал Не моя мысль Это расхожее выражение Хит Это тогда Когда человек может взять гитарку После того, как услышал песню в первый раз Сесть и тут же ее наиграть И напеть Все остальное Это музыка для очень высоколоба Это не моя мысль Внимание Я подчеркиваю Это общая расхожая фраза Более того Считается в некоторых кругах Что чем замудреннее, что ли Чем глубже текст и песен Тем меньше и дальше это от народа Народу надо, чтобы было под водочку Раз И хап-хап-хап И спеть А это смотря Каким ты хочешь видеть свой народ Молодец Если ты сидишь И вкладываешь одно Что ты разбудишь в этом народе То к тебе и вернется Если ты разбудил какую-то гопоту Она тебя рано или поздно В подъезде настигнет Собственно По-другому не бывает Семен, насчет отечественной музыки Пишет Виктор Демин Я сам записал 25 альбомов Экспериментальной электронщины И было приятно, когда мне сказали Спасибо за то, что я назвал трек Русскими буквами Словами Народ жаждет Россию А не американизацию Всей страны Красиво С одной стороны, да С другой стороны, есть прекрасные коллективы Которые на Западе Дарили нам свое наследие Которым мы пользуемся Тоже красиво Я вообще не понимаю Для меня нет разницы Русский язык или английский В данном случае Я имею в виду музыку В ротации своего Крутится огромное количество Российских групп Отечественных Которые по-английски Делают это прекрасно Музыка, она и музыка Она все равно музыка Как ни крути Голос, это тоже инструмент Между прочим Опять-таки Ты не согласен ты со мной? Вижу Нет, я просто хотел ремарочку Ставить такую Ставить Мы как-то с Ромкой Филипповым Разговаривали В одной из программ Я тоже когда-то работал на радио Была у меня программа Взаимоотношения С Творцом в песнях Остальное ерунда На каком языке ты говоришь Это неважно То есть Сам уровень Диалога О чем вообще речь? В речи, наверное Абсолютно Ты, кстати Тебе не тяжело стоять? Ну, вообще Я очень люблю петь стоя Поэтому я Очень до тебя переживает Юрий Венчагов Семен Дайте присесть человеку Ему еще долго Просто вот эта стоечка Она просто не поднимается До конца Поэтому мне приходится Немножко гурбиться И наклоняться А если бы ты присел бы Ты бы в нее разговаривал спокойно Но он не хочет Он садиться Это же не я его держу Есть такой момент Поэтому не надо вот Семен Дайте присесть человеку Ну, как будто Насильник, понимаешь Чайка абсолютный тиран Карабас-барабас Да, Карабас-барабас Такой, не дающий музыканту Расслабиться То есть Привет канонникову Сергею Ико Удачи в творчестве Любви, здоровья Слушаем Олег и Лена С 32 августа А что такое С 32 августа? С 32 августа Это творческая ассоциация Ребята ее создали Там Таня Пучко Алексей Кудрявцев Группа Проект АКА В свое время Гремела Собственно По России Там Оля Макеева Ну, в общем Много там было народу Сейчас всех я, наверное Не припомню даже И Все это вылилось В фестиваль ежегодный Который проходит На 108-м километре Собственно В первые выходные Сентября 108-й километр Горьковского шоссе И там собираются люди Которые поют Авторскую песню Но без высших палаток Такую В общем Осмысленная То есть Саша Червина Кстати, самый яркий представитель А, да 32-го августа То есть он оттуда Он оттуда Ну, конечно Это не для того Чтобы кого-то привязать Там повесить бирочку Это просто людям было По кайфу вместе играть То есть на Грушинском фестивале Была сцена 32-го августа В свое время Она, кстати Огромное количество людей Собирала всегда Вот это я пропустил Это мимо меня прошло Судя по всему Потому что эту ассоциацию К сожалению Я не Теперь буду изучать Мне теперь интересно Что это такое Раз уж Червина Там тоже Просто любопытно станет Я обязательно почитаю Материал об этом У нас конец часа Сейчас уже Как-то времечко Так как обычно Пролетает быстро Вот час я Не знаю на самом деле Что-то там себе заготовил Но без Емельной радости Я этот час не хочу Вот не хочу Потому что народ требует Уже подозначение Заедают уже Просто заедают Вот этим вопросом Где Емельная радость Вот Надо бы, наверное Этот час ею закрыть Чтобы порадовать людей И пошли они уже Своими делами заниматься Видимо Я уж не знаю Чего так настаивают А тем, кто не очень в курсе Сообщаю, что после этой песни Мы прерываемся На минуточек на пять Будет небольшая пауза Потом на целый час Снова вернемся в студию Погнали Как всегда Живой звук В программе Живые возвращения Здесь сегодня Захлебнулось лето Ливнями поздними Поклонилась ветру в пояс ольха К островую сону В лесу Сообщаюсь Субтитры в пояс ольхе Кринжак с перманами Корзинка с грибами Толфак до ярмолка Во двор выходи Друзей приводи Здесь дорог и любвость Добрая старость И юная шалость Летит по деревне И гляна радость А в моем лесу все елки с иголками А в твоей светелке так хорошо Постучусь В окно Ребой перепелкой Приплыву По реке Ершок Разомкну все замки Перепрыгну порог Раз топлю в уголке Сердца девичьего От горячей руки Маленький огонек Все отдал бы тебе А больше и нет ничего Всего-то добра тесна конура Впечил гальков горсть В заплатах рубашка Вот душа нараспашку Да имя лена радость Имя лена радость Имя лена радость Имя лена радость Обычно в этом месте уже идет джингл Заставка часовая Но я на одно мгновение буквально влезу в эфир после этой песни Чтобы зачитать сообщение, которое пришло ровно минуту назад Когда вы еще пели песню Тут важен даже не текст, а имя человека Никогда до этого не слышал группу Но это прикольно, очень атмосферно, я бы сказал, пишет Сергей Канунников Ну что, давайте продолжим Сегодня здесь возвращение, а мы возвращаемся в студию после паузы И так как она была долгой, надо бы сейчас начать с какой-то песни Чего это будет? Это будет песня, которую я написал в Карелии этим летом Там попалась мне такая деревенька Линдозера Как? Линдозера называется Это где речка Суна стартует из озера как раз с левой стороны деревня Там 4 бабушки осталось жить всего Мост упал Подожди, с мостом ладно, дедушек нет Дедушек нет, охотники приезжают на лето Это 120... Да, охотники на лося приезжают Ну понятно, что не на бабушек Нам повезло, кстати, встретить одного из таких охотников Он нас перетаскивал во время сильнейшего ветра через Линдозера Мы были на Байдарках Это 120 километров от Петрозаводска, в сторону Кондопожского района На самом деле говорят, что маршрут простой Просто поднялась вода И было очень непросто, было холодно Плюс 4 градуса в июле В общем, появилась песня по мотивам этой поездки И, собственно, называется она Айна Айна, это карельское имя женское В переводе с карельского языка, значит, единственное Как всегда, живой звук В программе «Живые» здесь сегодня напоминает возвращение Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Осенью вода поднялась, смыла мост, трава унесла Скинула в шеверах, смеясь, вспыхнула радуга Белой пеной пряжа велась память старого ремесла А звезда на кромке весла сгорала, не радуя К сестре Айна брат приходил, до утра сидел у двери У открытой Насте штвери белков и беленые Младший серый брат пел да выл, в черном небе спутник летел А под ним корабличек плыл, палубы белые Айна, Айна, кого будешь в дом закликать Не спеши в ладонях ломать, берите нос свое Айна, Айна, полноти тебе горевать Склика черных воронов наш не вьет К сестре Айна брат приходил, до утра ворота ломал У сарая бревна крушил, жерди разбрасывал Старший бурый брат все серчал, горевал, ревел, добычал Год назад забрать обещал, наверное, забыл Айна, Айна, где зимой по зенкам идет Там гуляет мать росомах, ищет сахатов Айна, Айна, там тебе теперь бережок Белое зерно в закромах юга крылатая Милый Айна муж приклывал Ей в лицо глядел из воды Да о чем-то долго молчал, пил плавником Ничего опять не сказал, лишь исчез за камнем седым Видно, примерег своба на потом Айна, Айна, где петляет нурбис река Там твоя тропа далека, морожкой выжита Айна, Айна, вдалеке гора великатства Горы плывут облака в горнее выжнее Музыка 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 Возвращение. Возвращение здесь сегодня. Если посмотреть на то, как происходит сегодняшний эфир, а люди смотрят картинку, естественно, как-то это оценивают, то более всего всяких приспособлений и музыкальных инструментов на заднем плане осталось. Бас-гитара у Никиты один инструмент, у Сережи гитара один инструмент, зато у Ильи с Олегом огромное количество всяких разных, там, скажем, у Олега огромный перкуссионный набор колокольчиков, трещотчик всяческих разных штукенций. Два треугольника. Обычно один самый сложный инструмент, у него их целых два. Он умудряется играть на двух треугольниках. Это говорит о гениальности этого музыканта, причем они разного размера. Попади, да, вот в эту историю. Да, удивительный набор, удивительный набор. Ну и кахон, который кто-то назвал табуреткой. Вот бывают люди, которые пока не знают, что за инструмент, хотя он, мне кажется, уже давно вошел в обиход и давно стал уже, по-моему, популярнейшим ударным инструментом кахонта. И звучит как бочка-то замечательная. И носить легко, да? Такая карманная ударная установка. Олежий, а соляку можешь на вот этом вот инструменте замутить? У нас любят барабанные соло. Ты можешь соль? Секунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ни разу не ударил в треугольник. Ты понимаешь, насколько выдержанный музыкант? Насколько наверняка же рука тянулась к треугольникам. Там двухбочечный барабан и же изобразил. Да. Было пару моментов. Да, красиво очень. Спасибо большое, Илья. Ну и еще огромное количество у Ильи. Подними, пожалуйста, свою сумку немножко в кадр, чтобы было видно, если это тебе не тяжело ее поднять. Там я уж не знаю, сколько этих дудочек, жилеечек. Нереальное количество. Кадр везде. Нереальное количество. И все это, ну они разные же, я так понимаю, по звуку, но называются все одинаковые или все-таки по-разному? Расскажи немножечко, давай так немножко просветим людей, потому что это любят наверняка. Да, вот к этому микрофону подойди. Что там у тебя? Жилейки, я понимаю, да? Или как называются? Ну, это все народные дудки такие. Народные дудки. Фольклорные. Ну, понятно, названия у них есть? Названия разные. Давай. Такие с рогом, это жилейка называется. Жилейка? Вот. Обычно рогатых и жилеют, да? Рогатых, да. Ну, и рожок еще некоторые называют. Ну, вот такое, жилеечное название. Вот. И сопилки. Это такие флейточки. Раньше их использовали ратники всякие, дружинники, чтобы вот давать команды в бой там еще все такое. Сопилкой? Да. Вместо горна. Это вот такой вот. Ну-ка. Это сигнальный инструмент такой, древний. Только к микрофону подальше. Ага. Я понял, да. Такой пробьет все. Это все пробивает. Да, я думаю, что даже если человек будет готов к тому, что он это услышит, он походит под себя моментально, как только около уха у него это прозвучит. Микрофоны не выдерживают. Зашкаливают сразу моментально. А что там еще? Ну, вот есть у меня такая... Так, сейчас я сразу слышу. Интересная дудочка. Ничего себе. Это вот уже не наши традиционные такие флейты. А флейты североамериканских индейцев. Называется пимак. Как она звучит? Покажи. Ты сегодня на ней пока еще не играл. Нет. Ну-ка. И не буду. Нет, вот сейчас будешь. Красота какая. Нежная такая. Да, очень нежная. Индейцы вообще нежные люди, по-моему, расыграли на таком. Это наши, понимаешь, в сопелке. Такая флейта любви называется. Вот это? Да. Ну, то есть он еще и любил при этом? Он не то, что любил. Он как бы... У него была жизненная необходимость изготовить себе флейту такую и играть своей возлюбленной. Вот если он хорошо играл, она соглашалась выйти за него замуж. Это индейцы. Это вот такая традиция. Североамериканские индейцы, как я понимаю. Я сейчас вдруг вспомнил, опять же, какие-то странные ассоциации. У меня сегодня весь вечер странных ассоциаций. Это же серьезный вопрос был только что. То есть если он не умел играть на флейте, он вообще жениться не мог. Ну, понимаю, я уже понял. Я вдруг подумал о другом немножко. Это не Северная Америка. Это в Африке есть племена, у которых... Ну, они ходят раздетыми, это не надо объяснять. Но есть племена, у которых есть специальная трубочка, которую они надевают на свой детородный орган. Вот эта трубочка, ее размеры и так далее определяет и обозначает, насколько высок классом и, скажем, статусом этот человек. Самые длинные у вождей, скажем. Вот я подумал, что если у вождя самая длинная и соединить ее с инструментом, как ты назвал, пимак? Ты понимаешь, какая песня любви могла бы быть сыграна на этом инструменте? Ты понимаешь, какая нежная, красивая и, я бы сказал, одухотворяющая песня любви могла бы быть сыграна на таком потрясающем? И я не вижу ничего смешного. Вот абсолютно. Я сейчас абсолютно серьезен. Давайте петь дальше. Что это будет? Такая старинная песня, возвращенческая. Из акустического репертуара, называется она «Монтер». Как всегда, живой звук в программе «Живые» и «Возвращение» здесь сегодня. Погнали! Если ты не вернешься, С города А в город Б, по трамвайным путям, Свой назначенный срок буду ждать до шестого гудка. Соберу заквояж и спущусь по трубе, Прихватив папиросы огня и шагну за порог сквозь блокадную мглу бытия. По пустым мостовым, по фонарным столбам, так легко не прийти никуда. Но я монтер, я смогу разобраться, куда приведут провода. Куда приведут провода. Куда приведут провода. В пивокаменных клетях холодных дворцов, Скрип несмазанных петель дверей, Лабиринт отражений зеркал, Сладкий плен тупиков, Вулканический пепел восточных ковров, В будуарах гудниц королей, И щенячий оскал венценосных придворных зверей. Через ржавую пыль, через груды песка, Прорастает трава лебеда. Но я монтер, Я предвижу, Из крана прольется живая вода. Из крана прольется живая вода. Из крана прол SEÑOR Из крана чайная несчастье жива, Из крана мастерства 1945 RIBA OK. Как каждый пыль, Из крана прольется живая вода. Из крана прольете, Как дувles во время мучения clearowe that you should be to alone. Если мне суждено не упасть на краю, Мы вдвоём посидим у окна. Безотказная защита от сна Останет стылый сквозняк. Обжигающий чай в торопях до утра Тайна дна, как дешёвый пустяк. Метроном тишины в ожидании первого дня. В трескотне фонограмм, в мутном гуле помех. Хриплый лай заказных зазывал, но я монтёр. Я способен наладить свободные частоты и каналы. Свободный частотный канал. А если я не вернусь из города Б в город А по трамвайной, В свой назначенный срок подожди до шестого гудка. Собери саквояж и спущи, и спустись по трубе. Не забудь папиросы огня, И шагни за порог сквозь блокадную мглу бытия. Пусть поможет тебе, кто сидит на трубе И вдыхает волшебный кальян, Разжигая костёр в золоте сентября. Он монтёр, он искусней, чем я. Ну, когда мы говорили о глубине песен, глубине текстов, в общем, в принципе, этой песне всё сказано. Понятное дело, что песня «Монтёр» или «Я монтёр» или «Он монтёр» — это метафора. Неважно. Я вдруг сейчас вспомнил, что-то мне сегодня прётное, не понимаю. Вспомнил старый добрый анекдот про сантехника. Вот ты про монтёра, а я про сантехника. А когда какая-то авария, ну и канализационные вот эти стоки, И стоит молодой сантехник, ученик, стоит над этой всей вот этой фигнёй и не знает, чего делать. Ну и монтёр опытный туда нырь. Я думаю, наша аудитория прошарена, она помнит этот анекдот. Да, в эту историю. И просит подавать ему ключи. Давай учись, пацан, так не учим и помрёшь. А я к чему, на самом деле, об этом заговорил? Потому что в любой профессии, в любой, абсолютно в любой ипостаси человек должен быть профессионалом. И как бы это странно не звучало сейчас, но даже в таких странных, казалось бы, профессиональных дебрях, Человек, который не умеет делать свою работу, он всё равно выглядит абсолютным лабухом. А в музыке это особенно заметно. И в музыке, и в творчестве. Вообще в творчестве это особенно заметно. И опять-таки возвращаясь к тому, что делает группа… Возвращаясь к тому, что делает группа «Возвращения»… Возвращаясь к тому, что делает коллектив сегодня, находящийся здесь в этой студии в гостях в эфире, у меня возник вот такой вопрос. Ведь много лет музыка ваша… Не то, что меняется или не меняется, она стаёт классной и качественной. Но все-таки были две ипостаси, насколько я помню Одна с таким фолковым налетом А вторая рок-н-ролльная в чистом виде Ну, как минимум, были попытки Ну, сложно сказать, рок-н-ролльная она или нет Просто всегда есть такой мостик Мы отталкиваемся от народных традиций Но мы не являемся чистым фолком Это вообще непонятно, что такое чистый фолк С учетом того, что Та клюква, которую нам показывают по телевизору Она от фолка далека И на самом деле весь наш фолк-рок Он от фолка тоже бесконечно далек, как и мы Потому что если брать действительно традицию Которой моя жена в частности занимается Там Варвара Котовой Они там Белгород реконструируют Воронеж Там народные костюмы Не дай бог что-то не то собрать, надеть И так далее Соответственно, вот они и сохранят Вот тот материал старый Они действительно восстанавливают реконструктор Они реконструкторы А мы не аутентичны Ясно, что немножко о другом Я сейчас тоже немножко не об этом Я не к этому вел Много елея здесь Я поэтому решил найти Вот то, что я слышал всегда И то, что было и на фестивалях Которые тоже троицы, к примеру Вот этот Ну, пускай не фолк Но пускай некий этноналет Да, музыкальный Пускай так это называется Меня всегда привлекало И всегда нравилось Когда я послушал ваши эксперименты В чистом роковом исполнении Я понял, что это не ваш путь Ну, не знаю почему Мне это не было так близко, например И так не трогало струны моей души Как то, что вы делаете в этом направлении Ну, я немножко не понимаю Что такое чисто роковое А был у вас альбом Которым не было налета даже фолкового И близко Это, наверное, речь о верх по течению Да, возможно Да, наверное Да, это не наш путь Но, с другой стороны Благодаря этому альбому До сих пор к нам приходят люди, кстати И там фолка полно То есть там, на самом деле Иван да Мария оттуда Просто мы ее переделывали Появились дудки Ну, в том и дело А дело же не в этом Понимаешь Когда тебе Земля дарит песню Тогда в ней будет фолк Тогда будет традиция Вот Иван да Мария Она связана с Землей непосредственно Если Как ты отталкиваешься в творчестве Каких-то других вещей Например, просто эмоция яркая Пережита там, допустим Сосед твой там Рассказал какую-то историю И ты вдруг просто так проникся А так было у тебя, да? Ну, было Когда кто-то рассказал историю Ты по этой истории Ну, скажем так Один из моих друзей Рассказал историю И благодаря этой истории Появилась песня Гончар А что за история? Ну, мы не будем о ней рассказывать Это лично Ну, хорошо Мы можем спеть песню Гончар Вот И, соответственно Там будет понятно Будет понятно Хорошо Так и будет сейчас песня Гончар Да Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня возвращение Погнали В моей коморке И под ржавой кровли Гончарный круг Скрипел устало А за оконцем солнце встало И пробиваясь через шторы Тебя нескромно согревало Текла податливая глина Под ласкою ладони грубой А в городе ревели трубы Настойчиво куда-то звали Ты целовала меня в губы Мы ничего не забывали Раняя пух чердачный голубь Спешил успеть за облаками И все, что было между нами Поведать ветреным подругам Но я ловил его руками Когда принес дождь огтя Кувшин наш хрупкий раскололся Трамвай озевший еле плелся Вдоль лип, что взбросили наряды И кто-то был с тобою рядом Ненужным ремеслом владея Неверно выбрав место действий И не приняв душою время Добро, сменившее злодейство Я, как разменная монета Что ценность лишь для нумизмата Утратил право нахождение К тебе с рассвета до заката Тогда в мой дом сломали двери Тоска, беспомощность и злоба А в городе ловили вора Под лестницей рычали звери Гончарный круг крутился снова Гончарный круг крутился снова Но в круге не было ответа Зачем уходит в ночь кто дорог Уходит кто любимый и дорог И сами плачут до рассвета А это только гитара и бас Ну и голос Такой минимализм Который заставляет задумываться На предмет того Насколько все-таки музыка Уникальная Сама по себе субстанция Институция Творческая И вообще музыка Великое искусство Вообще мне кажется Что здесь тоже Задумываешься что-то новое Не новое На самом деле тоже Гончар Это фолк или не фолк Конечно это не фолк Но есть русский городской романс Многие относят его уже К городскому фолклору А чем гончарный романс 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 Абсолютно романс Почему очень добрый И опять таки Вот приехали Есть сплин Который тоже прекрасно пишет Васильев романс И это все уживается в роке Не бывает никаких границ Это все придумано Сейчас кому это Мне объяснили Я это слушателям объясню Не то что объясняю Я просто делюсь своими эмоциями Не то чтобы я хочу Кого-то чему-то научить Да нет Правильно На мой взгляд Ты просто в десяточку попал Сейчас сказав эту фразу Сергей Малевин пишет Вот что Привет Сегодня интересные С моей точки зрения гости Много раз слышал их в ротации В полном звуке И никак не выделял Среди других коллективов Ну хорошая фолк Роковая группа Да Хорошая А вот именно сегодня И именно в акустике Прям проняло И тексты И музыка И вообще атмосфера Вот пожалуйста Спасибо Вот пожалуйста Сейчас я давно готовился К тому чтобы прочитать Это сообщение Оно важное Я все ждал момента Я думаю что после вот этого романса Оно будет к месту Сейчас поймешь почему Пишет Сергей Губенко В 2010 году Если память мне не изменяет Был на вашем концерте В Череповце Был не один Пришел с девушкой Влюбленный был На девушку больше смотрел Чем музыку слушал Поэтому в памяти Группа не отложилась А зря Я по-прежнему в Череповце А девушка теперь в Китае Я тут на волнах Я тут на волнах своего услышал Вспомнил Оценил Смотрю Вы в живых А тут еще и концерт у нас Теперь-то Ни ноты не пропущу Ни за что Удивительная вещь конечно происходит Мне дико всегда И чертовски приятно Когда Слушатель радиостанции Бывал на концертах Бог знает Какое-то время тому назад Ну 6 лет уже назад Десятый год Вспоминает об этом концерте Делится этими соображениями И воспоминаниями И атмосфера становится теплее И радостнее Между прочим Становится мне от того Что люди Вот этой ниточкой связаны Ты понимаешь какая штука Человек был на концерте И не помнит ничего Потому что влюблен был Вот с одной стороны Вроде бы хороший посыл Влюбленный человек С другой стороны Отвратительно Потому что песен он не запомнил Но память Говорит ему о том Что группа хорошая Надо послушать Готов пойти на концерт Еще раз тогда Давай повторим Когда вы будете В этих местах В Череповцах Это будет 12 марта По-моему суббота Суббота Музей Башвачева Начало то ли в 6 То ли в 7 На сайте есть Там афиши висит У меня на страничке Вконтакте есть Вконтакте конечно Все висит Там мартовский мини-тур Сергей Аканонников Вот так это все называется А я кстати еще забыл Сказать про концерт в Питере Который будет Да как что мог 24 марта Мы с Машей Булат И Юрой Ельским На пару делаем С дефектами речи Акустику такую В клубе Ящик В Питере Поскольку В 8 В 8 Но это питерцам Жителям Санкт-Петербурга Будет наверняка интересно Прийти посмотреть на это вживую Потому что энергетика Она конечно передается Зачастую вживую Лучше Когда смотришь на артиста Чем пластинку слушая Потому как это лица Это эмоции Это вот эти флюиды Которые пускают Отпускают Отпускают от себя человека Они распространяются По окружающему пространству Значит вот А нормальный Свой слушатель Пишет Андрей Уже давно Не делит музыку Всего 2 градации Первая нравится Вторая не нравится Вот собственно и все Это как раз говорит уже Слушатель своего радио Это говорит уже аудитория радиостанции Которая привыкла Потому что жанров нет Есть только хорошее И плохое Роман Быстров пишет Видео смотрю Кахон Какой-то ящик для зимней рыбалки Блесны рядом висят Он поэтому и хлопает Звук шикарный Я же выложил вам здесь в ленте Друзья мои Из Википедии Статейку о том Что такое кахон Замечательно? Здесь рыбы нет Неста они рыбные Спасибо кстати Спасибо А то сейчас ринутся Знаешь как это бывает Когда только признаешься Что в этом месте рыба Так 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 Не согласна с вами Семен Вверх по течению Было несколько фолковых вещей Просто он электрический Потом они моложе были Пишет Евгения Пушкина Жень так Вы можете сколько угодно Не соглашаться Я же не спорить пытаюсь Я о своих ощущениях всего лишь Сказал вслух Я поделился своими эмоциями Мне показалось тогда И я не отказываюсь От этих ощущений Что этот альбом Был не совсем Ну как сказать Не совсем для коллектива Выигрышно Так скажем Я мягко скажу Дипломатично Все остальное Безмерно хорошо и красиво Ну опять же На мой взгляд На взгляд в данном случае Программного директора Радиостанции Извините конечно За такие наглые слова С моей стороны сейчас Ну извините пожалуйста Слава богу что мы выросли Все таки Из этого альбома В принципе больше чем За 10 лет Наверное надо было уже это сделать Это безусловно Это безусловно Это была первая работа Серьезная И к ней надо относиться Как к первой работе Не больше Ну а там есть песни до сих пор Которые исполняются на концертах Оттуда Та же например Венчальная звучит По другому правда И Иван Дамарий звучит Оттуда на концерт И тоже по другому И тоже по другому Вот о том и речь Переделали конечно О том и речь 4647 Это короткий номер для смс К ваших сначала Свои про Бельчик А дальше ваши сообщения Пишите пожалуйста И в группах Я имею ввиду Официальное сообщество Вконтакте В чатах Отовсюду пытаемся Обнаружить Ваши сообщения Где же столько денег То найти Пойду выкину холодильник что ли А на концерт В ящик то нужно попасть Пишет Андрей Вот видишь Он дал информацию В Санкт-Петербурге Уже ближе к концу программы Человек может быть Если бы сказал об этом вначале Уже успел бы подумать Что ему выкинуть Что ему продать Для того чтобы сходить на концерт А вот только сейчас Начинает переживать об этом Что там у вас дальше По программе заготовлено Будет метелица сейчас Наверное чуть-чуть От лирики отойдем Давайте сыграем Такую Может даже масленичную Такую Песню Как раз в тему Практически Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня возвращение Поехали Накружила метель венделей По полям до обрага Пока сил плетей Не забросила шапку на крышу И на горы верхом Забралась своей силушке рада И отправилась выше Посмотри же вокруг Здесь сугроб алмазов повсюду И искряться себе на свету Каждой гранью играя Подойди в ладони свои Забери это чудо И оно не растает Радость для дурака У больням слежака Год напролет считать Так за оком сам Так мечтал пока С ним за окном великал На стекле рисом Пальцами кольца За кольца светлый распев Снегири до синицы Только голос влетать В этот пор не хватает уменья Кто вращает рукой колесо На оранжевых спицах Дай мне силу терпенья Дай мне силу терпенья К ночи из облака Вытащат волоком Месяц легкий чёрт Черные волны Будет он путь пока Олею рыбака Грута без серебра Трюм не наполни На крылечке Находливась хата Колючей соломой И открыт самым дальним ветрам Теремной небы суки Грубый мой каравай Не украшен, но щедро солёный У крыльца сторож струкий Он зовет всегда, если гости ему не по нраву Охраняя надёжно избы деревянную дверцу Только чистой душою своей Да без лести отравы Заберёшь моё сердце Заберёшь моё сердце У травы с облака Выскочит лолком В рыжих подпалинах Яркое солнце Будет держать пока Олей охотника Не отзвонят ему С редкого кольца Будет бежать пока Олей охотника Не отзвонят ему С редкого кольца В рыжих подпалинах Субтитры создавал DimaTorzok Слушайте, времени там как мало остаётся Буквально 20 минут Уже даже чуть меньше Поэтому вдруг мне захотелось Немножко в другую сферу, что ли Окунуться Как ты живёшь? Да вообще неплохо Спасибо Я вообще не об этом Ты смотришь на жизнь глазами человека Погружённого в себя Во-первых, как мне кажется Ты смотришь на жизнь глазами человека Который, если не переделать мир хочет То сделать его красивее Ну есть такое ощущение Ну внутренний посыл такой есть Сделать красивее всё, к чему ты прикасаешься Сделать красивее всё, что ты видишь Или я ошибаюсь? Как сказать? Да как есть, так и говорю уже Это сложная тема очень Потому что автор, как правило, пишет настоящие песни Когда он их пишет от первого лица Ну да Соответственно, он не прячется ни за какими Такими образами, витиеватыми И такие песни есть У меня в репертуаре их довольно много Но я хочу что сказать С возрастом автор Который узнаёт своих близких Который полюбил Получает право на мы На такое местоимение в песне То есть я и моя любимая Я и мой друг А вот если человек уже прожил жизнь Он ещё и получает право на другое мы Я и мой народ Ну, мне кажется, что Может быть, это слишком будет пафосно звучать Но мне кажется, что У меня есть такое право говорить Мы и мой народ? Да То есть ты уже повзрослел Или там как состарился Уж не знаю как Ну, мне как-то Ромка Филиппов, опять-таки Да, ещё был у него дома Сказал, вот да, действительно Такие песни ты пишешь Красивые там и так далее И я ему рассказал случай, который был в Тюмени Когда мы в командировке попали с моим напарником Когда подошли к нам Такие братцы в татуировках В общем-то сказали, что Типа, ребята, вот из Москвы Деньги приехали зарабатывать И так далее Мы вас там Распилим бензопилами на запчасти Вот, если тут что-то найдём Это были 90-е годы Конец Вот И мы спали с заточенными отвертками Под матрасом в гостинице «Восток» Вот, для того, чтобы просто оттуда выбраться Ну, как бы Страшновато было Но я всё это видел У меня нет зашоренных глаз Семён И поэтому я пишу о том, что я пою И как бы Я Нет, я пишу о том, что я видел Я не хочу как идти по пути бронемира Я очень уважаю его как автора Но он Вот то, что он видит Он выдаёт На поверхность Да Может быть Это один из путей Это такой рецепт Как и Башлачёв Он по большому счёту тоже лечит Таким образом Абсолют терапия, конечно Вот Ну, у меня тоже такая терапия Только с другим вектором Ещё раз подчеркну Своя радио объединяет вокруг себя музыкантов разных И с разными векторами, возможно И с разным отношением к себе и к жизни Но однозначно талантливых И ваши пути с бронемиром абсолютно разные Безусловно Бронемир умеет в красивый текст В красивые метафоры Грязь обёрнуть Абсолютную грязь Это парадокс, кстати Вот в этом его парадокс и гениальность Я ему всегда говорил Что, Саш, ты удивительный человек Ну, долбай раздолбаем Чуть не сорвалось сейчас Но при этом настолько умеешь Видеть красоту Слово в том Что, в общем-то, в принципе Красотой назвать невозможно Ну, вы понимаете Башлачёв только злой Вот он такой же, как и Башлачёв Только злой Нет, Башлачёв Совершенно другой автор Это моё понимание Я же не пытаюсь тебя убеждать Я говорю о своём Ощущении о своём отношении Дмитрий Железнов пишет Есть у Германа Гессе В романе Демиан Гениальная фраза Немножко адаптированная мной Когда внешний мир звучит Влад с внутренним миром Тогда наступает праздник души 14 лет, прочитав её Я стойко ассоциирую её С воздействием музыки Так вот На сердце сейчас Именно такое состояние А группу слушаю впервые Спасибо Мне кажется, этот комплимент Дорогого стоит Это не комплимент Это другими словами называется А как это называется? Это, наверное, отзыв Отзыв души Хорошо Пускай это будет отзыв А ты не любишь слово комплимент? Ну, оно какое-то Несерьезное Но французы говорят, что комплимент С французского Это то, чего нет Ну, как бы Да, девушка такая красавица Понятно Чего-то надо Хорошо Пускай это будет по-другому Согласен Здесь согласен Даже спорить не стану Что петь будем? Споём Зарю, Зорюшку, Зареницу Как всегда живой звук Программа «Живые» Здесь сегодня Возвращение Погнали Зарю, Зорюшка, Зареница Постучалась по концу Выйду, Зорюшка, Зареницу Встретить я на крыльцо А спрыться на улицу За улицей вольница Эй, широкая вольница А над вольницей солнце Заря, Зорюшка, Зареница Красная девица Походят к девице Добрые молодцы Любят девицу-птицы Попрошу я у Зорюшки Нам с тобой одной долюшки На двоих одной долюшки Будто до Божья воля Попрошу я у Зорюшки Нам с тобой одной долюшки На двоих одной долюшки Будто до Божья воля Заря, Зорюшка, Зареница Заря, 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 З Заря Зорюшка А над улицей солнце Уйду я на улицу За улицей лольница Эй, широкая лольница А над улицей солнце Вот, кстати, да, заговорили мы с тобой, вернее, ты эту тему поднял Фолк, не фолк, там, и так далее Только сколько споров уже было на эту тему Не хочу к этому, я и в этой студии тоже И раньше, и в музыкальном сообществе И среди слушателей, так сказать, танкистов, которые меня называют Если группа играет рок, какой бы рок ни играл Появилась флейта, все, фолк, понимаешь? Появилась скрипка, все, значит, это тоже фолк Уже это к року не имеет отношения Человек так странно устроен Он почему-то не может понять, что компиляция разных музыкальных инструментов Не дает на выходе однозначного ответа на то, что это такое Это я вдруг сейчас запоздал А немножко вспомнил тот эпизод эфира Когда мы говорили о фолке Вот Александра Павлова пишет Замечательные слова, между прочим, я писала Кошка Сашка Я очень давно слушаю «Возвращение» Я от себя хочу сказать Что Сергей один из тех людей Кому я, как часть народа Могу доверить говорить от моего имени Ну, то есть, как минимум, от Кошкина Сашкиного имени Ты говорить уже можешь Остальные пока этого вслух не признали Пока нет Но мы ждем Мы ждем того момента, когда, ну, скажем так Остальная часть музыкальной тусовки Сейчас слушающие Я не имею в виду говорить от имени народа Да, понятно Я имел в виду понимание того народа, с которым я живу Понятно все Но в данном случае она предлагает тебе говорить от ее имени Опять-таки, для того, чтобы след остался точным И не было кривотолков Я позволяю себе вставлять такие ремарки Я думаю, что это правильно Вот и хорошо Кстати сказать Вот смотри Ты заговорил уже действительно о том, что в юности человек говорит от своего имени Ну, когда он молод Потом он говорит «мы» А часто бывает Немножко иначе В молодости человек говорит «мы» Потому что он привязан к друзьям Потому что он привязан к своей тусовке Потому что он привязан к своим близким Потому что у него пока нет собственного «я» Оно как бы есть внутри Но он боится остаться сам с собой Один на один Поэтому он и говорит «мы» С возрастом, когда он взрослеет Когда он становится все более мастеровитым В том или ином бизнесе Или в том или ином деле Которым занимается Все больше в нем появляется Своего собственного «я» Своего собственного эгоизма И он вдруг с годами начинает наоборот произносить «Я» То, что мы было когда-то Это все ерунда Теперь «я» Я значимый Я большой Я добился результата Я добился успеха Особенно это любят говорить Молодые, красивые женщины Которые вышли замуж Либо имели Больших, серьезных финансовых боссов В качестве своих, так сказать, спонсоров Когда она получила в наследство Или в подарок Некий бизнес И потом говорит во всех интервью «Я добилась всего сама» «Я же ведь никогда же» «Я же всего добилась сама» На что и Комедий Клаб отвечает По другому поводу, да? Как она этого добилась? Но тем не менее Человек взрослее Чаще всего говорит «я» У тебя обратная история Я бы сказал, что в русской песенной культуре Обратная история Потому что «Я» в русской песенной культуре Это в первую очередь Публичная исповедь Это и у Башулачева Это и у многих рок-авторов Которых мы все искренне любим Таких как Шевчук, Гребенщиков Вот, соответственно, можно Да даже, наверное, и Бронемир тот же самый Саша Лугунов, Миша Вырин Тут мало сказать еще честно Что у тебя там, я не знаю Что-то на душе наболело Где-то ты виноват Потому что у Башулачева Вот эти вот Черные покалеченные люди Вот этот Ванюша Вот этот Я не знаю У него Это искренняя боль Он такой же Он не отделяет себя от других И я такой же Я тоже такой же грешный человек У меня куча бед там в жизни своих Благодаря собственным Каким-то неправильным мыслям Или, может быть, поступкам Тоже происходило Но я могу сказать о том Что когда ты вплетаешь это в песню Ты даешь путь Да, какой-то Для себя в первую очередь Или для близких Чтобы выкарабкаться из этого всего Если этого пути нет Тогда не надо писать Если ты вгоняешь человека То ты уже отвечаешь, наверное, за что-то Нельзя человека вгонять туда, вниз А ты видишь этот путь? Я вижу этот путь, конечно И каков этот путь? Ну, у тебя вот он рядом с тобой сидит Это твоя любовь Так И у каждого человека она есть Есть люди, которые мы Просто мало друг с другом разговариваем На самом деле Просто посмотри Вот приехал Илюха из Ростова Вот мы с ним просто случайно пересеклись Там, я не знаю, когда-то Увидели там друг друга Какой-то грушинский фестиваль Какая-то сцена Просто зацепились Я уже думал, что там В 30 с гаком лет Там за 35 уже невозможно найти друзей новых Потому что сердце костенеет Нет, все еще есть Все еще есть Вот сидит мой друг Илья Оленьев Из Ростова Да, ну у тебя в эфире Кстати, прекрасный автор тоже Постоянный слушатель видеостанции Мы можем просто делать свое дело Вот просто отдавать ему все То, что ты можешь сделать И это уже выход Люди близкие, которые рядом с тобой Это выход Столько любви разлита вокруг нас И столько нам всего подарено Что не замечать этого просто Ну нельзя Это такой канат Который нас наверх всегда вытягивает Из самой глубокой депрессии И умение посмотреть человеку в глаза Честно Просто обнять его у костра Там, я не знаю Посидеть на концерт Сходить вместе Не затыкаться на этих соцсетях Не сидеть в контакте Смайлики не ставить Выходить на улицу То есть любовь Любовь это единственный путь Любовь Любовь Дружба Отношение к делу Близкие люди Давай так Я немножечко все это сейчас На более приземленный язык переведу Потому что я тебя понимаю Но народ сейчас сидит Насколько одурманенный Этой духотворенностью Чрезмерной Когда мы говорим Любовь Я уверен Сережа имеет в виду Не только любовь Мужчины к женщине Или к женщине к мужчине Он имеет в виду Я сейчас перевожу на русский Извини Он имеет в виду Любовь В принципе Общую Всецелую Вот я например Говорю что настоящая любовь Это любовь Иисуса к людям Так любить могут только Избранные люди Или даже полубоги Потому что любить человека Со всеми его грехами Это как ребенка мама любит А вот других людей Мы чаще всего за грехи не любим Ну живем мы так Человек провинился перед тобой Все я тебя не люблю Я с тобой общаться не хочу Ты не любишь грех Этого человека Вот я к этому и вел Мы чаще всего не понимаем Немножко куда мы гребем Потому что мы Давай оценку другому человеку Или оценку другой Какой-то ситуации Непонятной нам В общем скорее всего Оцениваем не саму ситуацию А себя в этой ситуации Поэтому перекладывая Ответственность с себя на других Обвиняем другого человека Но если ты не понял Это не значит Что это плохо Просто опойди Отойди в сторонку И будет тебе счастье На мой взгляд Именно так и нужно жить Понятна тебе ситуация Входи в нее Непонятна ситуация Не считай что все остальные уроды Просто ты другой И ты мыслишь по другому Правильно я тебя перевел сейчас И не только Еще добавлю Добавь Есть еще дети Есть еще сестры О да Это же Ну ребята На самом деле столько всего Опять таки необъятно Надо заканчивать эфир Коллеги К сожалению Времечко наше уже вышло практически Завтра Я так На всякий случай В качестве анонса Вдруг кто-то еще это пропустил Абсолютно другая музыка Абсолютно другая философия Между прочим Абсолютно другой взгляд на жизнь Завтра мне будет интересно Вспомнить канунникова сегодняшнего Группа Good Times Ну а С возвращением Мы прощаемся сегодня Какой песней? Песней птицы Спасибо что были здесь Ребятки Спасибо вам за ваше творчество Оно великолепно Других слов я найти не могу Спасибо Всем пока До завтра Будьте здоровы Поехали Я на пустом причале стою столбом Пароход гудит Отдает швартовый Пароход гудит Ветер скулит и дергает за рука Пароход гудит Примет ли океан своего скитальца И улетают в белые облака Мои песни птицы Мои песни птицы Выпущенные в небо Мои ноты Мои песни птицы Рукописи и страницы Северные распевы Яркий перестой их голосов сплетения В ворох бумаги в стол строчит береза Третья ночь прошла, и не будет проще Жаль, не выходит жить, как о том писал Я пытаюсь встать, но не дремлет ловчий Сенят кроватью в угол наискосок Совесть застыла рядом у изголовья Словно торопит мой слишком долгий сон Там, где песни птицы, выпущенные в небо Майнутых пестрое оперение В рукописи и странице Северные распевы Яркий перестой их голосов сплетения Кто там такой огромный стоит в луче Шириной в закат, глубиной в море Выйду на крышу утром его встречать И уйду в печаль и хромое горе Где-то далече мой беспокойный брат Вырвется из толпы и расправит плечи Крутится шар до тех пор, пока вы слетят Чьи-то песни птицы, выпущенные в небо Яркий перезвон и острое оперение Рукописи и страницы В них полноцвет распева Ритм живого слова Мира сердцебиения Ритм живого слова Мира сердцебиения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова